здравствуйте дорогие друзья любители живописи вот мы с вами и прожили июнь месяц 2020 года и как мы прожили этот месяц конечно же с алыми маками и со всеми сопутствующими другими растениями потому что когда едешь по украине и видишь по югу украины и видишь эти алые поля просто такой восторг захлёстывает что невозможно даже ну как вам сказать проехать мимо и мы обязательно должны остановиться и сорвать эти маки и потом что делать с этой красотой конечно же надо их написать на холсте и давайте знаете о чем поговорим хочу с вами поговорить о времени которое утекает легко и просто и потом мы так оглядываемся на нашу жизнь и думаем а где же этот июнь 2020 года он где-то в нашей памяти растаял и где-то он далеко далеко и мы даже не помним о нем но мы приближаемся к нашей картине и видим что здесь он остановился поэтому я вас прошу когда вы подписываете свои работы обязательно надо подписывать их возраст вот 2020 год июнь грибовка допустим вот потому что ну ну как сказать время человеческой жизни очень быстро утекает а у нас с вами получается что мы можем его остановить путем того что мы зарисовываем все то красивое которое нам предоставляет наша мастерская я вам сейчас хочу сказать кто нам наша мастерская вообще наша мастерская это вся природа конечно же когда мы живем на природе вот как сейчас мастерской на песке на взморье мы можем здесь очень легко и просто с удовольствием писать все что предоставляет нам природа вдруг расцвели маки написали вдруг расцвели ромашки допустим белые ромашки написали что нам предоставит июль месяц наверное персики абрикосы мы их тоже нарисуем вы понимаете что мы не должны упускать те моменты которые нам предоставляет наша природа она самая главная наша учительница и самая главная наша вдохновительница ну а теперь о любви к той стране в которой мы живем мы живем на украине мы здесь родились и вот мы написали маки с владимиром сделали так что они как будто бы вырастают из земли а здесь какие-то украинские дамочки сушат стирают полощат в реке полощат вышиванки их назвать чохами чохи это длинные рубашки льняные на которых украинский узор этот вышитый да они их полощат слушать их и тут же рядом цветут маки и они вдохновляясь этими маками вечером вышивают эти узоры вышиваночки знаете что на украине есть даже такой праздник когда все люди по хрящатику гуляют в вышиванках и вот мы решили его такое действие сделать конечно вот на такой работе там какие-то козы пасутся вот и мы им даже имена дали вот и эти две работы не закончены но мы их закончим с владимиром потому что очень важно именно сначала нарисовать вот эти вот маковые головки которые пишутся конечно же нашей техникой blade and socks art technologies иначе маки нарисовать невозможно все кто пытаются написать вымучить их кисточкой потерпят поражение мы это пробовали много раз сделать поверьте и только эта техника blade and socks когда каждая маковка может быть акварельной и каждые листья могут быть как летающие крылья бабочек только тогда этот маг будет живой этот маг будет ароматный и он будет в переплетение в своем вот эти вот иллюзии переплетения они очень завораживают людей которые смотрят эти работы и конечно же мы когда пишем эти маки мы получаем огромное здоровье потому что наше сердце оно красного цвета и мы сразу же заряжаем это сердце кадмием красным кадмием оранжевым краплак розовый краплак красный прочный и у нас получается мы оздоравливаемся понимаете когда мы пишем эти красные цветы конечно тут же уже и вишни тут же и черешни переходит июль на июль понимаете мы двигаемся за природой мы ее слушаем мы ею вдохновляемся и в итоге там уже дальше божий план идет кому эти работы достанутся и кого они будут дальше вдохновлять конечно разойдутся по миру у нас очень много маков уже разошлись к тем людям которым они должны были попасть вот один раз привезу вам свои маки которые у мамы дома стоят в измаиле они написаны кистью большими мазками мучилась страшно вот сейчас получаю удовольствие верите за этой техникой будущее потому что когда мы пишем уже в этот момент мы получаем удовольствие вы понимаете и когда мы их уже чуть-чуть заканчиваем до тихо спокойно мы как бы выпускаем эту картину дальше другим людям наше вдохновение передаем понимаете что происходит даже деньги не в счет хотя тоже эти работы очень дорого стоит я надеюсь что вы когда будете писать свои цветы которые ваша природа дает где бы вы ни жили да вы будете через эти цветы посылать людям такой посыл любви и как вам сказать хорошего такого настроения чтобы человек не думал ни о чем плохом чтобы он жил и только оптимизировал пространство вокруг себя вы понимаете поэтому вот маки продолжаем писать а вы пишете те цветы которые растут на вашей природе